Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с представителем одного из лучших факультетов нашего Московского государственного университета, с представителем небезызвестного всем Юрфакбюджета. Пожалуйста, поприветствуйте, Максим Ловин. Здравствуйте, Максим! Юрфакбюджет! Юрфакбюджет! И что вы нам расскажете? Сначала давайте я дадам первый вопрос. Вы расскажете о людях, которые учатся с вами на курсе. Ну, ваши друзья, приятели, товарищи. Все мои друзья, приятели и товарищи это представители моей большой многонациональной семьи. Семья эта называется просто Юрфакбюджет. Я очень люблю его всей душой, потому что мне очень нравится кавказский темперамент, да? Я ненавижу русских. Я обожаю евреев, я обожаю хачей, гуков, чурок и всю эту релию. Да, я понимаю. Вот. Соответственно, факультет мой, он прекрасен, единственное, что портит его существование и, соответственно, накладывает определенный отпечаток негативный на его образ. Это вот как раз люди, населяющие наш корпус. Это русские, да. Да, вот эти вот русские. Ну, это мразь просто, да? Ну, понятно. Это поганая грязь. Эти толкинисты. Эти девочки-ботаники, которые вообще, что ботаники делают в универе. Непонятно, да? То ли дело мы. Это как, посмотрите, пряжка дискваер, да? Да, вы знаете, потрясающе. Пяжка дискваер. Потрясающе. Трусы, не буду показывать, темпорио Армани, да? Носочки от Дольче Габбана. Шнурочки у меня, ой, дай бог памяти. Джас Кавали, по-моему, вот. Да, вот вы знаете, Максим, вы как раз предупредили мой второй вопрос. Я хотел задать вопрос насчет моды в этом сезоне именно на юридическом факультете. А на юридическом факультете установлена следующая мода. Она записана в деканате. Значит, ты модный, если сумма стоимости всех твоих вещей превышает в районе 70 тысяч рублей. Ты очень модный, если больше 120 тысяч. И ты декан, если 150 тысяч и выше, да? Ситуация следующая. Или же, да, есть еще бюджетный вариант для народа. Хорошо, понятно. Секунду. Бюджетный вариант для народа. Это когда количество букв в лейблах, написанных, вот, соответственно, на тебе, превышает 100 символов. Да, вот так вот тоже можно. Ясно. Это очень интересно. А вы знаете, Максим, я хотел задать вам еще один вопрос. Он касается... Философов ненавижу, да. Да, насчет философского факультета мы еще дойдем до этого обязательно. Я хочу задать вам вопрос насчет того, что люди с юрфаком бизнеса, где вы любите отдыхать, расслабляться? Мое любимое место – это Кафе Макс. Вот я очень люблю там находиться, причем, неважно, где он находится. Это Санкт-Петербург, это Центр Москвы, или это же вот наш родной Кафе Макс, да, где все мои друзья. Я там очень люблю развлекаться. Еще в горах люблю. В горах. Лежу, да, летом, солнечный Дагестан, ну, это вообще мое любимое место. Как, вы знаете, загорать, да, лежа на камнях вокруг, носится там, кто-то кого-то убивает, да, кровные мести. Это так классно, да? Да, вот еще очень надо задать вопрос насчет кровной мести и исторической родины ваших товарищей по факультету. Сильно ли виден отпечаток наложившийся к родине этих людей? То есть проявляется ли здесь, в стенах нашего университета? Знаете, вот когда идешь по этажу, сразу у многих видно лице просто Ереван, да, вот так, например. А надпись же Москва, наверное, не популярна, да, и вообще таких людей очень мало. А так, ну, в принципе, они все примерно оттуда. Хорошо, а вопрос о транспорте. То есть, например, мне было бы интересно Бентли, да? То есть это самая популярная марка сейчас среди вас. Ну, Ауди А8 для мудаков. То есть это уже как бы не модно? Ауди ТТ это вообще просто пиздюки какие-то. Окей, а существует ли дружба между факультетами, межфакультетская дружба? Например, с кем Юрфак, в принципе, поддерживает отношения? Нет таких дружб. А, только с любым факультетом ГИМО, не более того. ГИМО, а как вот со знаменитостями Ксения Собчак, вот вы, например? Да, ебал ее, хорошо. Ебал, да? А сколько народу... Причем в компании друзей. Да, а сколько народу с курса ебал ее? Первый курс. Первый курс. То есть, а второй курс это уже Ренат Литвинов, наверное. Ну, да, где-то так, вот. Но мы готовим посвящение для нынешнего первого курса, и я думаю, что там тоже подберем. Я слышал, что вы закупили несколько ящиков шампанского Кристалл. Конечно, да. Мы им покидались, просто наши этажи очень забавные. Правильно. А что вот расскажете, я слышал насчет народной игры на факультете очень... Ну, как бы, эта игра с кафе пришла. Кто кинет дальше свой мобильный телефон? Игра очень увлекательная. История ее обращает своими корнями в глубокую древность. И могу сказать, что первый раз я попробовал поиграть в эту игру, когда познакомился со своим нынешним другом Дато. Он тогда купил себе Virtu. Вот. Телефон очень хороший, функциональный, да, то есть в нем есть дисплей. В нем есть кнопки, он может звонить. И за такую функциональность, соответственно, приходится в плави. Он стоил 25 тысяч долларов. Вот. Соответственно, игра выглядит так. Вы встаете на своем этаже, да, конечно, забиваете пары, ну нахрен. Ну, безумерфаки просто. Вот. И вот, вот в такой позе. Тут у вас телефон за 25 тысяч, да? Да, давайте я подойду подальше, чтобы видеть, как бы все это происходит. Это у меня есть аналог, да, он сейчас стоит 55 тысяч долларов. Ну, вот так. Ну, понятно. То есть, просто, дождите, вы медленно покажите, потому что это будет пособие для людей, которые абитуриенты и хотят только поступить на ваш эксплуатет. Вы смотрите вдаль. Да, давайте вот я вот так вот с камерой. Там стоит кто, он начал эту игру, да? И я должен кинуть дальше него. И вот. И телефон летит, и... Телефон летит, и если я дальше все кинул, я выиграл. Ясно. Если кинуть ближе всех, но самый дорогой телефон, ты тоже выиграл. А что вам не нравится по обучению на вашем спутете? То, что мелькают русские на других этажах. Вот и все. То есть, а как у вас... Вы не хотите сделать себе отдельные лифты, например, на вашей... А я хочу сделать другое. Я сейчас защищаю свою дипломную работу по изгнанию всех русских из России. Вот, так будет проще. Правильно. Я думаю, что у вас будет очень много соратников. по написанию. У меня их уже очень много. Да, а преподаватели как, лояльно относятся к вам? Да, особенно Старченко, он очень лояльно ко мне относится. Он трогает меня. Трогает, да? И мы с ним друзья. Хорошо. А как вот вы сдаете сессию на юридическом факультете? Как вот происходит процесс сдачи сессии? Мне приходится пропустить одну игру, вот эту вот, свою народную, как бы этот телефон отдать комиссии, все. А, нормально. Потому что мы сейчас разговаривали с студентом юридического факультета бюджетного отделения Максимом Губиным. Спасибо вам большое, Максим. До новых встреч. Я думаю, что еще не раз мы вернемся к разговору с вами и с вашими сокурсниками. Потому что... Запомните только одно. Юрфак бюджет. Спасибо большое, Максим. До свидания.